Воскресенье В подарок диктатора была убита журналистка, с которой никак иначе не могла справиться система, не могла ни купить, ни запугать, они могли ее только убить. Мы понимаем, что ее заменить невозможно, мы понимаем, что, наверное, никого из живущих ныне в России журналистов даже и близко к ней нельзя поставить и по самоотверженности, и по мужеству, может быть, самое главное по способности пропускать через себя чужую боль, чужое горе и писать об этом так, что читать то, что писаванин, на самом деле очень и очень тяжело. Я очень надеюсь, что мы с вами доживем до того дня, когда мы соберемся у этого советского камня и скажем друг другу, что наконец-то это преступление раскрыто, что наконец-то наказаны те, кто его организовал. И только тогда, может быть, мы с вами хотя бы чуть-чуть успокоимся. Я боюсь, что это случится только тогда, когда в нашей стране сменится власть. А что касается заказчиков, то они неизвестны. О них можно только догадываться. И, как мы можем понимать, выгодно это было прежде всего, конечно, нынешней власти. И, боюсь, самого высокого уровня. Что мы можем сделать для того, чтобы было раскрыто это преступление, для того, чтобы помнили Анну Политковскую? По сути, нести то, что несла она, нести правду, прежде всего, рассказывать о ней, в меру всех сил и возможностей, вовлекать в этот процесс наших знакомых, наших друзей, товарищей, коллег по работе. И даже незнакомых людей, которые подходят на Невском проспекте неоднократно, на одиночных пикетах и благодарят за то, что мы выходим и высказываем то, что не высказывает сейчас средство массовой информации. Поэтому давайте сплотимся, давайте постараемся делать так, чтобы были найдены убийцы и заказчики, прежде всего, Анны Политковской, Галины Старовойтовой, Натальи Эстемировой, многих-многих журналистов и политических деятелей. Да и простых гражданских активистов, от чьих рук погибли эти достойные и уважаемые люди. Не в пример, конечно, тем, кто сейчас заседает в Государственной Думе и находится на телеканалах и в средствах массовой информации в нынешние дни.